господи иисусе христе свиньи божий помилуй меня грешного номер восемьсот семьдесят восемь третья книга царств 14 6 я грозный посланник к тебе за 12 мая 2018 года вот оформили переписку у меня была сссд вот здесь вот пока это еще целая можете все прослушайте но и здесь вот как фиграф тоже взята две противоположности сирахов 37 2 не если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращается во врага вот это свойство русских план дали сато другой какой дали сатакана залезли не знаю кому себя предали то все счеты грызутся недовольные даже вот эти все ереси разборы а то восточная церковь было только части церкви и здесь на каждом шагу везде цепляются президент не такой все это и при том никакой программы ничего нету просто скрывается сейчас за именами это них аватар это дыра в преисподнюю что угодно можно говорить его вроде не найдешь но перед богом-то как это будет и вот нападает где-то сегодня вот я смотрю внимательно везде самое злобное такое невежественное мертвое самое трухлявое это миссионерские отделы придумали то есть подделка и мимикрия под бога под дух святой да разве так работаю где-то везде бросается всякую ложь придумывает безразмерное презрение к людям а кто дворки написали специально их а ничего не видит и не понимает вот такая жестокосердие прям на листах написано никогда не встречался ничего не видел и друг друга давят и давят везде а что отдел миссионерский выходит на улицу говорит что победить надо кого совершенно слепые вот как будто идет какой-то отбор я раньше думал вот священники в епископы набирает как власти ставят значит нужно взять корыстолюбивого но отобрали на одно место 5000 все корыстолюбивые но им нужно что был верен власти но власть не всегда по сердцу человека ну проверять надо проверили 500 осталось а теперь надо посмотреть как он любит народ или нет а тут отсеяло сразу сразу осталось пять человек не любит зато узбек никого так не боюсь как епископов это во все века было а вот теперь это еще не все а нужно и забрать а в одного только и дальше еще стоит одно такое условие второе и отсеялось любит ли они правду осталось два не любят мы из этих давай одного выберем самого самого негодного власти 3 сейчас открыто говорят чтобы разлагать изнутри чтобы люди шарахались от слова православный а теперь давай посмотрим так совершенно неверующего циника один такой нашелся все вот его теперь по самые епископы сегодня открыто это все говорят кураедов там все открыли истину то и фурова доклад за который посадили отца глеба и кунина и вот даже отец и кунин был или столько претерпел и нападают и гадят и крест его даже срывают показывали он авторитетный его избрали государственную думу везде но нигде не видно ни у каких ни у мусульман ни у буддистов ни у язычников ни у кого православия сгусток неимоверной злобы и куда бы кинуться а сам действительно на кого кидаются то ну хотя бы разобрался или что-то он выйдет один такой не будет а вот теперь они собрались сбились в эту кучу как вот бывает ну весной собака гуляется когда там течкует и за ней там куча кобелей бежит и попробуй попадись на пойдет за ребенка кого угодно разорвут эти никого не понимают что претерпели это высказать нельзя подряд все сословие священников уничтожалось но никак не ожидал что на их место придут и вот такие будут никакой меры нет они ничего нет совершенно неверующие из них теперь пена это полезно миссионерский отдел хотя бы один кто-то где-то слово сказал у но никто но посмотрите на себя в зеркало хотя бы один раз подойдите и скажите когда я перестану лгать где вы видели чтобы были миссионерские отдела апостолов два человека по два бог отправил 70 избрал опять разделил по двойке не по трое даже ну тут ничего не надо доказывать не понимают и когда скажут тогда они понимают что их разоблачили он тогда гонит все подряд как я шел что мне сапоги стоптаны что у меня заплаты если он все абсолютно гонит и гонит чтобы как бы свалить авторитет подорвать ты подорвал то только свой вот это вот посмотрите что тут написано красным крупным вот здесь это как раз и все и есть неверующие а если бы знал что за каждое слово отвечать когда им говоришь что по-мерзки вот такими вы называетесь как они беснуется почему разоблачили я в магазин кто-то грабит стекло выбил там его никто не видит люди ходят рядом и не видят а там вытаскивать и вдруг машина разворачивается осветила все увидели ну нашлись люди задержали он больше всего ненавидит кто свет вы свет миру кто свет осветил его там грабителя и здесь они я сейчас посмотрю вместе взятая там путь на путина это с патриархом меньше нападают может быть я не все знаю чем на меня в разы при том а почему в каждом деле везде где я говорил по слову божию она их прожигает буквально ну только взять да и покаяться и сказать все ну было не знал и не тут то было вот создали эти отделы и приходит не стыда не совести расписывается получая деньги за эту за траву которая травят людей на улице ходят как они говорят кого не обращают вдвое худшим себя сыном гиены делают здесь ничего не надо просто надо молиться молиться и кротко вести себе вот я еще не встречал ни разу чтобы вот у таких людей были голуби что а то мне потом только уже в газете у нас в алтайской правде большая статья была у злого человека голуби не водятся действительно стал смотреть ни у кого нету нету сестра мне он старый обрядцов ягод и поищи у них есть или нет нигде нет угол никто не держит это когда строили храм новосибирске ну и голове прилетает там садят бабки камнями кидали в них вот интересный определитель его нигде нет такого ну показано великое скорбь это утешение голубь принес дальше приносит в жертву и везде ты нежная голубица посмотришь действительно так даже среди заключенных где-то бывает ну совершил зло действительно была драка там ему нож подсунули там вот как в зоне фильм зона говорится то но его ставят там я так голубят него них в зоне и ухаживает никто не будет за ними ухаживать то любит они эти люди которые за голубями то ходят покупают платят деньги они особые в них что-то такое я сегодня про голубей тут прочитаю стихотворение мое случайно нашел тут я беру из интернета когда-то выставлял их благослови господи наталья чернова так и противовес тому что же обращается во врагах а то не не если скорбь до смерти а это 3 и она 14 для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине вот те которые родились духовные ходят в истине и самая большая скорбь когда человек превращается во врага вот крупного здесь вот беседуем всем роликом все по-хорошему и друг миссионерском отдела его приблизили он как осатанил сразу человек а что это такое ну что такое приз прикоснулся к труду духа святого это богохульники у них какая-то свирепость особая разложение изнутри где-то идет там что-то это как правило нет у них мира не нигде нету я не они понимают этого и болеют и сравнить себя чем-то только самими собою неразумно написано сравнивает наталья чернова мир вам игнатий тихонович на mail.ru последнее видео только от 4 и 5 мая больше не было или это у меня не обновляется сайт я все время выставлял которые у меня на ютубе выставляем а не трудно было переносить в мой мир и вот где-то уже наверное недели две больше даже перестала переноситься переносится из десяти даже 5 не проявляются что это не знаю кто знает подскажите с канала нашего же youtube и перенести на свой же канал мой мир ничего не могу сделать жду совета я и говорю выход заходите на youtube там все видно это вот наш канал а сюда система стала ставить препятствие я заканчиваю видео мой мир она из десяти и половины не пропускает иногда сюда ставлю малую часть менее 3 милости просим на youtube там все 11 тысяч наших видеороликов вот показано где хорошо быстро объясни людям что и почем зачем и когда начал это делать и откуда материал такой и почему власти так поступили это я пишу и сергею сергею пупкову вот покажу даже сейчас где это есть вот он здесь выставил ролик вчера вот он стоит называется как власти бараула на бульдозере наехали вот он вчера поставил к вечеру 17 часов это пораньше маленькой нет это я поставила вон тут подписал как вот он стоит здесь 1738 но это для нас как раз вот так посмотрите где то и пишу выстав так откуда материал брал когда он строил так для собак выгул там в лесу в парке почему власти так поступили и выставь тут на нашем канале где уже помещен твой ролик вот это сделай это побыстрее подробнее культурно понятно с любовью и святой библии украсть подтверди главное в тексте ну вот он там отдельно где-то поместил там где беседуют занятия так увидит а там никто и не видит марина пишет игнать тихонович проверьте пожалуйста это объявление подала в рубрике еще попутчиков вот здесь хочу такое же разместить у себя фейсбуке с такими же фото посоветуйте где еще можно возможно мне будут звонить будут отправлять к вам буду в skype и на сайт во свете библии все верно я пишу на сайт не нужно только в skype нас к на сайте там нет никакой даже функции такой что переговариваться сергей пупков мир вам он объясняет написал я пупков сергей павлович инструктор преподаватель барнаульской школы дрессировки собак охраняй чемпион россии по кинологическому спорту в парке юбилейный я выгуливаю своих да и не только собак уже более 15 лет и меня там знает простите за каламбур каждая собака живое в 15 минутах от ходьбы ходьбы от этой площадки помощи и бюджетных денег не просил помогали строить площадку мне в основном мои ученики которым я преподавал курсы дрессировки собак в самом начале в прошлом году мне здорово помогла семья королевых из канады которая приехала в тогда еще существующий детский православный лагерь санк потеряевку и пару дней гостили у меня барнауле мы вырубали кусты и складывали в то место где как видно в ролике лежали шины получился такой забор из валежника который препятствовал собакам выбегать на дорогу валежник этот власти убрали тогда я решил построить забор из шин железный забор ставить не решался так как его запросто могли украсть страна воров а шины думал тогда я никому не понадобится остальное ограждение делал из материала которые люди выбрасывали доски двери мебель я все это собирал и строил забор землю в аренду я не оформлял так как был уверен на сто процентов что мне и не дадут потому как знакомые мне люди просили ее в аренду то им отказали год назад в администрации барнаула было слушание по поводу того что этот парк хотят благоустроить и ищут инвестора присутствовала 16 человек и все одиногласно проголосовали против благоустройства в кавычках парка юбилейный проект не понравился во первых тем что планировалась значительная вырубка деревьев вторая причина это то что после благоустройства в кавычках людям в барнауле просто негде будет бесплатно отдохнуть ведь инвестор захочет обязательно вернуть вложенные средства и все станет платным было взыскано мнение высказано мнение что парк заброшен и никому не нужен что из него сделали помойку на что я сказал что это неправда что этот парк нужен и что я уже на небольшой территории навел там порядок слову сказать до того как я обустроил эту площадку где сейчас дети бесплатно могут заниматься кинологическим спортом на этом месте в кустах было много отдыха в кавычках людей ведущих мягко сказать далеко не здоровый образ жизни было вывезено из парка на свалку много лично сотни килограммов мусора мной лично битва стекла пластиковых бутылок шприцов салпеток и презервативов в то время администрация ленинского района на эту помойку никак не реагировала никто не жаловался их все устраивало кроме меня собаки часто приходили из парка с разрезанными лапами отбитого стекла желание огородить площадку возникло по нескольким причинам первое правило выгула и содержание домашних животных согласно которым владелец собаки имеет право выгуливать свою собаку только на поводке и в наморднике либо специально отведенных для этого местах а эти места барнауле не предусмотрены второе безопасность и здоровья людей рядом дорога по которой ездят автомобилисты велосипедисты мотоциклисты катаются лыжники бегают люди спортсмены играют дети инстинкты собаки догонять все что движется никто не отменял третье безопасность и здоровья собак собаки в этом парке выгуливаются без поводка и намордника что приводит к потасовкам и серьезным увещам собак и вот вдруг когда казалось бы все предусмотрено и всем хорошо вмешались власти 10 мая 2018 года мы на площадку убирали опавшую листву готовили площадку проведению чемпионата сибири по спортивно прикладному собаководству и вдруг как гром среди ясного неба бульдозер полиция администрация полицейский подошел спросил не кусаются ли собаки и предупредил что сейчас будут сносить площадку я не поверил пошел выяснять причину у меня потребовали документы на строительство я объяснил что я еще ничего не построил ни одного здания только забор тогда меня представитель администрации ленинского района спросил земля в аренде на что я ответил ему что эту землю в аренду никому не дают и вы это прекрасно знаете тогда дал указание сносить забор собаки по чью свободу стали подбегать полицейским они потребовали убрать собак я умолял не ломать забор то но они несмотря на мои просьбы и видя что собаки выбежали на территории за территорию продолжали на тракторе ломать забор чудом никто не пострадал позвонил и гнатью тихановичу попросил помолиться еле сдерживая гнев и слезы забрал четырех собак урагана верного джесси и виталий калиников давай сделает текст удобно считаемым сергей астахов по-видимому территория привинулась кому-то крепись сергей вызов бульдозера это все платно виталий калиников мир вам елена фаур надо консультацию срочно брать у юриста сергей земля не его елена вот как можно поступить дальше сергею то но законно сергей астахов законно если клуб официальный и аренда например 1 рубль в год елена да ну хоть кто-то бы помог сергею ты сергей астахов надо выяснить причину сноса вот это абсолютно правильно отвечает или на пар господь попустил значит будет лучше тоже правильно сергей астахов подобная территория для собак есть у меня в городе их не сносят значит они не мешают или на фар кто-то на сергея зуб точит поэтому и пожаловался может конкуренты его виталий калиников думаю сергея знает кто это елена даже соседи могли за случайно стучать валентина стартисон можем подключить какие-либо сообщества по защите животных они ребята пробивные и у них наверняка есть соответствующие законы рустик вчера я застрял в лифте своего дома а лифту то погас свет и стала темно дышать почти прошел эту проверку то но на втором часу я сдал начал кричать всем если меня не выпустят я начну ломать лифт изнутри а потом когда выйду буду бить первого попавшегося покажи же не потечет сколько же можно ждать в нашем расхлебанном государстве помощи от людей это меня господь запер что проверить меня на вшивость оказалась вшивая еще где-то на процентов 25 для себя я нашел де фактум что ничего нет хуже чем все бы православная псевдовера псевдоверующих даже атеисты не выглядят так отвратительно как человек который потерял образ божий прикрываясь святыней грешит умышленно целенаправленно нагло еще при этом оправдывается своих грехах базируясь на своих собственных доводах и при этом успевает уничижить праведника в его благочестивой жизни в пучину морскую такое стадо свиней вот какой у него случай был я дальше впереди начал говорить от миссионерские деотделы они вторгаются в небесное где грехи прощенные где непрощенные кому и все это не прелесть у них и не гордыня она вся там 99 процентов из существующего такой-то человек не додумается сказать а что не сказал а вот это бог ему зачтет а это у него пропало этого нету то есть а сатанила я совершенно ну кто же знает что там у бога суда божий еще не было они все знают то есть их возвысили дали название миссия миссии нету миссия это труд духа святого он не будет нигде в чужие дела лезть он кротко напомнит но если это нарушается слово божие тогда меч измножен и вот эту стихотворение свое нашел в интернете не уж то на небе не будет таких голубей а я к ним привык воркотнею разбужен но с ласточкой вместе туда же влетит воробей и даже орел может в царстве царственно кружит не знаю на этот вопрос попыхах не отвечу настолько все тускло туманное через стекло от копоти грешной продымина вытереть нечем испачканное зрение грешное тщательным злом я знаю для смерти мой бог югова не стал бы творить и считать дни творения все до шести на отдых уходит в субботу как будто устал он и нас пригласил не за деньги по райски в раю погостить и вещи адам безбородой и юный до слез играем мускулатуры и послушанием отменным вникает серьезно в название твари не вскользь в листве не сторонний любовно накрыт полутенью а звери и птицы и рыбы порхают и скачут без отдыху гамма и какофония звуков конечно он счастлив задумано так не иначе и как же все то в одночастье вдруг фукнет лишь позже потом был обучен змеиным сомнением и там за пределами рая обнявшись согреется с евой останется райское в напоминание пенье и вызовет горькие в сердце о прошлом опевы придут размышления о смерти не раз захочется лучшее здешнее видеть за гробом а может все это лишь сказки нетрезвый мираж мечтание горести сладком сиропе с изыщником князем кололи в могилу коней и прочую живность и плачущий женщин летели столетия за гробом не стало ясней желание падших все неизменней мельче но павел в послании к римлянам пишет что тварь вся стенает и ждет откровения верных и головы вполне в небесах не окажется лишним там рядом с ягненком лежат кровожадные звери 17 октября 2007 года вот как ну теперь немножко показать наши ресурсы вот мой мир сюда кое-что переношу надо еще попробовать ну вот форум наш легко составлен 1600 тем и канал наш видеоканал богатые богатые 11 тысяч уже видеороликов и про зверей и про птиц и про все вот сегодня я тут поставил 12 роликов он большой тут час 48 беседовал с юношей с украины ну вот к утру закачала все тоже 29 час обновлю узнаю 29 было посещение сейчас посмотрим сколько вот так не очень то еще и запустит системы сколько 29 уже 55 сейчас только сказал сергея площадке написала теперь уже 1816 эти но это для нас тут нормальная цифра вот по малому смотрит а совсем истинное крещение тут побольше 230 а вот интересно совсем ничего как будто бы нету а вот заинтересует человека и заходит осмотр вот пруда ремонт шлюза и дальше володя провожает василия домой сразу 1040 а там вообще ничего нету темное время подошел автобус автобус поезд его освещает тысячи ну а рядом златоуз златоуз начитанный прямо 9 человек у сковороды григория 16 побольше и при том григория дещенко очень интересный интересный материал всего 11 человек вот как это понять события дня еще что-то кто-то зашел изучение библии что-то тут такое непонятно и ты насчитывал сковорода вот видимо слове ошибка сейчас и такое тут непонятно где-то снимают это я не могу даже рассмотреть ничего не видно ну и большой очень у нас где же он у нас что-то и нету православный библейский сайт во свете библии вот он тут много что вот сейчас мы дети ереси не дошли до этого вот она где идея дети лагерстан вот тут некоторые вопросы я их озвучиваю вопрос 1576 шестой том открытым оком как должен вести себя маленький христианин и что отвечать учителям принуждающим участвовать в общественной жизни класса ответ по возрасту он может быть самый маленький как в житиях кирика и улиты и других исповедников и мучеников а по духу те гигантам на примере вероники то есть верочки наденьки и любочки уж их то возраст мучителям не нужно было бы трогать но сатана знает как твердо усвоенное до четырех лет в ребенке псалом 8 3 из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих дабы сделать безмолвным врага и мстителя интересно говорят что антихрист любые щадеса будет делать и вот этого не сможет чтоб дети кричали наставление должно быть самое простое по образу матери сыновей маковейских и других 1 маковейская 2 50 и 64 итак дети возревнуйте о законе и отдайте жизни вашу за завет отцов наших но вы дети мои крепитесь и мужественно стойте в законе ибо через него вы прославитесь что за общественная жизнь поясните может быть это сбор металлолома или макулатура но если что это против убеждения то должно быть отвергнуто и может быть даже с презрением превыше всего наша любовь к христу богу и истинному песни песней 87 большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее если бы кто давал все богатства дома своего за любовь то он был бы отвергнут с презрением вот это детям это университете за кафедрой отвечаю снова вопрос 1577 шестой том выступавшие против вас коммунисты на суде говорили о каком-то нарушении вами конвенции по правам ребенка поясните что это такое ну по лагерю судились 15 комиссий краевого масштаба на лагерь напустили прокуратуру там милиции ну все 98 год 15 краевых комиссий заблокировались и потом я подал в суд и все процессы выиграл ответ если вы слышали это в суде то знаете что мой ответ был дан по библии я сказал что под этой конвенцией я не подписывался и по ней не подписывались ни одна мусульманская страна ни другие миллиардные страны это наши придурки за подачки за подкормку от масонов везде под всем без стыда подписываются а эта конвенция направлена только на одно чтобы развратить все нации чтобы всех поставить на колени но разврат или это подготовить приход своего мессии то есть всемирного диктатора антихриста я обещал богу исполнять написанное в священном писании вот это я и стараюсь исполнить это я так говорил там конвенция одобрена генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года подписан от имени СССР 26 января 1990 года ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 года конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года об этой конвенции можно сказать что она на первый взгляд выдвигает справедливые требования к заботе о детях и особенно о детях с изъянами но на самом деле все настолько условно с такими оговорками с таким сценизмом и разжижением христианства что нам на нее и смотреть бы не нужно тем более он от СССР а одни осколки остались говорят о важности традиции ценности каждого народа и потом говорят что если есть возможность наличие этих средств чтобы притворить в жизнь написанная забота о духовном развитии а что они подразумевают под этим духовным развитием горбачевским конечно же не воспитание по евангелию у ребенка вообще нет никаких прав а есть только обязанности когда будет себе зарабатывать защищать себя тогда и будут права придумали что ребенка нельзя наказать а как же тогда воспитывать хулигана непослушного притча 13.35 кто жалеет розги своей тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывает его притча 22.15 глупость привязалась к сердцу юноши но исправительная розга удалит ее от него притча 23.13 не оставляй юноши без наказания если накажешь его розга он не умрет притча 23.14 ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней интересно в Англии просвещенные государства опять вели розги в школах притча 29.15 розга и обличение дадут мудрость но отрок оставленный в небрежении делает стыд своей матери вот мать Маковеев это 7 глава 2 книги Маковейской иди мой сын оставь боязнь кто не погряз душой в соблазне тому ничто ни смерть ни казнь тому не страшны муки казни да смерть тем вовсе не страшна кто чист душою перед Богом лишь радость вечную она приносит чистому душою ты ж не с потупленным лицом предстанешь ныне перед творцом душа твоя кратка тиха не знает прелести греха мой сын любимый сын последний пускай все муки ждут тебя но и угову возлюбя как умер старший брат и средний умри ты дитя теперь без стонов жалки без упрека умри мой милый сын и верь с тобой всевидящее око а оно мучителям отметит пошлет им свыше наказания иди же сын мой на страдания иди иди котел кипит прими последнее лапзание а той кто жизнь дала тебе пусть я нища пусть я убога нища и убога но все же славлю ныне Бога видимо александр лавров такой редкий поэт вот теперь сказать что возвращаемся на место больше на сегодня ничего не будет во славу божье воскресенье сегодня до сих пор